КОВИД-19 КОВИД-19 Если смотреть обычными глазами, это сложно, но в Духе мы видим, как продвигаются Божьи цели. Понятно, что это не шутка. Люди страдают целесно, и к тому же страдает экономика. Но если мы посмотрим на всю ситуацию в Духе, мы увидим, что у нас появилось гораздо больше времени для Господа и для семьи. Больше времени для того, чтобы говорить о Боге. Технологии помогают нам достигать Евангелия в большей семье. Сейчас происходит буквально взрыв молитвенного движения в селе Христа. Есть несколько молитвенных течений. Один миллион двести тысяч молитвенных служений проходят по всему миру. Это беспрецедентно. Короткий вопрос. А ты боишься сам коронавируса или нет? Я нет. Но я помню, ты говорил, что боишься, что христиане перестанут делиться Евангелиями. А вот тебе и ответ. Разумеется, это время, когда дьявол в ярости. И это реальность. Не нужно этого отрицать. Мы не закрываем глаза на вирус. Мы знаем, что люди страдают. Но в духовной реальности я вижу более обширную картину. Вижу продвижение Царства Божьего. Бог держит ситуацию под контролем. Книга Аггия, 2 глава, 6 и 7 стихи. Ключевой отрывок о последних временах. Там сказано, что Бог потрясет все народы. Там детально описаны пять сфер, которые Он потрясет. Он потрясет погоду и моря, народы, правительства и так далее. Для чего все это? Он потрясет народы, чтобы привести их к Мессии и Иисусу. Один из самых прекрасных титулов Иисуса Мессии во всей Библии мы находим во второй главе Аггия. Где Он назван желаемый всеми народами. Сейчас миллиарды неверующих людей не желают Его. Они не считают, что на Него вообще стоит тратить время. Но когда сотрясутся народы, они станут задаваться глубокими вопросами о жизни, о Боге, о том, что реально и важно. И они впервые в жизни начнут видеть Иисуса как желаемого имя. Я верю, что это важная часть жатвы в один миллиард людей по всему миру, которые, мы уверены, начинаются именно сейчас. Да, Майк, ты руководишь служением IHOPE уже 20 лет. Ты когда-либо за это время видел, чтобы миллионы людей молились с таким же чувством срочности, как сейчас. Я помню, 20 лет назад, я ставил пастырство и начал служение круглосуточной молитвой и поклонения. У нас тогда было 50 разных групп прославления. Но было очень сложно. Мы видели какие-то другие молитвенные движения. Пит Грег делал что-то подобное. В Южной Африке было что-то похожее. Был Всемирный день молитвы, но мы так хотели, чтобы молитва набирала обороты по всему миру. И вот прошло 20 лет, и молитвенные движения очень быстро растут. Молитвенные движения в Бразилии, в Корее, Азии, Нигерии, Африке. Это то, чего мы не видели за 20 лет существования Ай-Хоуп. Это особое время в истории. Когда в мире кризис, столько людей молятся. Может это стать началом Великого Пробуждения? Я верю, что может. Я верю, что исполняется слово из 2 главы Агии. Бог сотрясет все народы. Потрясения были в истории, но так, чтобы они охватили всю Землю. Я верю, что это начало, и что потрясения будут увеличиваться. Но Исаия говорит, вот тьма покроет Землю, и мрак народа. Это явно что-то негативное. А над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. Увеличится тьма, но и свет будет увеличиваться. Люди спрашивают, чего ждать, лучшего или худшего? Будет увеличиваться тьма, но также увеличится и свет. Будет величайшее пробуждение в истории. Чудеса, знамения, откровения о красоте Иисуса. Дух Святой восстановит и утвердит первую заповедь по всему миру, сели Христа, и будет происходить жатва в один миллиард душ. То есть ты видишь связь между молитвой по всему миру и последней жатвой на этой земле. Да, я всегда в это верил. Я всем говорю, что та же личность, которая ведет нас в великом поручении, я имею в виду Иисуса, та же личность ведет нас в молитвенном движении последних времен, потому что величайший ходатай также и величайший евангелист. Он великий пастор, который насаждает все церкви. Это все та же личность. Он объединит все эти потоки, и они превратятся в огромное молитвенное движение. В движении чудес и знамений. Достижение душ, как минимум один миллиард душ. Я думаю, будет больше, но на этом все не закончится. Церковь будет как зрелая невеста перед возвращением Господа. Мы все будем всем сердцем любить Иисуса и любить друг друга. Это уже происходит. Я верю, что 2020 год – отправная точка начала усиления тьмы на глобальном уровне. Но также это начало еще большего усиления молитвенного движения, последней жатвы, откровения и славы Божьей. Майк, ты был близок с Бобом Джонсом. У него было удивительное пророчество о 2020 годе. Скажи? Да. Боб Джонс был с нами в Канзас-Сити с 83 по 93 год. У него было несколько удивительных встреч с Господом. Он говорил как о великой жатве, так и о великих потрясениях, которые будут происходить после его смерти. Это было с 83 по 86 год, а умер он в 2014 году. Господь ясно говорил нам, что после его смерти будет жатва в один миллиард душ. Мы верили в это все 30 лет. И я верю, что в 2020 году мы видим сильный сдвиг духи в эту сторону. Это касается не только этого года, но всего десятилетия, и продлится дальше. Это меня вдохновляет, но также заставляет бодрствовать. Все это очень серьезно. Это не игра. Это самое славное время в истории церкви, но также это и время испытаний и скорбей. И мы должны быть готовы. Я правильно понял? Мы входим в десятилетия огромных потрясений, но также мы будем видеть славу Божию как никогда ранее. Да. Дух Святой говорит нам сейчас несколько вещей. Он говорит телу Христа, что пришло время подняться в вере и в деле царства, проповедовать Евангелие и делать учеников. Он говорит, вставайте. Но также он говорит, склонитесь, смиритесь под моим лидерством, покатитесь в том, что шли на компромисс с грехом. Закройте двери для тьмы там, где они были открыты. Царство сатаны — это царство тьмы. Он может двигаться там, где тьма. Если мы позволяем тьме в своей жизни, мы даем ему разрешение. Вторая глава Иоиля. Хороните свои сердца от тьмы, от областей компромисса, закройте эти двери. Бог желает использовать свою церковь, но для этого мы должны быть в согласии с Ним. Не просто кричать «Войны Иисуса», но наряду с этим еще смиряться и склоняться пред Ним в полном согласии с Его господством, почитая Его как нашего Господа. И также важна наша связь друг с другом. Сейчас появилось очень много течений в теле Христа, особенно за последние несколько месяцев карантина. Люди объединяются в молитвенные группы, семьи больше объединяются, поэтому поднимитесь в вере и действии, склонитесь в смирении и покаянии пред Ним. И больше объединяйтесь как семьи и как служение. Пусть будет единство. За последние пару месяцев это происходит больше, чем когда-либо. Спасибо большое. Майк, прошу помолись о мощном излиянии Духа для великого пробуждения. Отец, Ты сказал во второй главе Аггея, что Ты потрясешь все народы и приведешь их к откровению об Иисусе, как и прекрасным и желаемым всеми народами. Я прошу Тебя, сделай это. Поднимай все больше деталей для жадок. Дай им смелость. Пусть они закроют в своей жизни дверь для всякой тьмы и компромиссов. Подними послушную церковь, которая любит Иисуса радикально, и готова продвигать Твое царство во имя Иисуса. Аминь и аминь. Майк, спасибо большое за отличный разговор. Это было просто великолепно. Благословения Тебе. Как здорово было побеседовать с Майклом Биклем. Мы действительно живем в особое время. Сегодня я беседую с тремя разными генералами веры о том, как они видят нынешнюю ситуацию и как они видят будущее. Что Бог может совершить на фоне этого кризиса. Сейчас я поговорю об этом Синди Джейкобс. Привет, Синди. Как ты поживаешь посреди всего этого кризиса? Спасибо, поживаю прекрасно. Проповедую онлайн в разных частях мира. Я проповедовала за эти несколько недель больше, чем когда-либо, включая телевидение. Похоже, тебя не испугала вся эта ситуация. Нет, нет, я не боюсь. Хорошо. А ты когда-нибудь ожидала, что такое произойдет? Маленький вирус где-то там в Китае, и вот весь мир ушел в локдаун. Если говорить о пророчествах, то да, у нас были пророческие слова о вирусах, что в мир придут вирусы. Потом у Чака Пирса было слово о аморовой язве, которая придет в первые три месяца этого года. Мы этого никогда не позволяли, но на самом деле я горжусь телом Христа, тем, как мы реагируем на это ради жатвы душ. Слава Богу. Может, в начале этого года вы видели, что будет происходить? На пророческом совете в ноябре прошлого года Бог дал нам три слова. Перезапуск, возмещение, восстановление. Мы знаем, что сейчас происходит в глобальном масштабе. Бог запускает новую эру. Он сказал нам, что это новая эра, что все изменится. Так и произошло. Второе слово – возмещение. И это хорошее обещание. Многие люди что-то потеряли. Кто-то потерял работу, но Бог обещает восстановить нас. И также Он сказал, что Он возместит все убытки. Он пообещал это сделать. И мы должны в это верить. Когда Бог что-то говорит, мы должны согласиться с Его Словом, что Он это сделает. Аминь. Мы только что беседовали с Майклом Биклем. Он сказал, что это время великих потрясений, но и великой жатвы также. Ты тоже думаешь, что пришло время великого пробуждения? Несомненно. Мы находимся в великом пробуждении. Внимание Бога обращено к нам. Не все понимают, что это Бог, но многие чувствуют свое бессмертие. Я помню, что во время движения «Джизус Пипл» была книга Хэлла Лэнзи «Великая планета Земля». В ней говорилось о том, что скоро придет Господь. В то время многие люди пришли в Царство Божье. Мы снова должны проповедовать о том, что скоро вернется Иисус. Мы должны снова начать говорить о том, что Он скоро грядет. Мы должны говорить всем, что им нужно познать Его. Синди, я говорил со многими лидерами, и они верят, что нас ждет не просто уникальная третья Пятидесятница, но совершенно новое десятилетие. Декада жатвы. Когда мы будем достигать этот мир? Матфея 24.14, и будет проповедана Евангелие во всех народах. То есть это начало новой особенной декады. Да, мы уже в этой декаде. Пророки получили еще одно слово – новая эра. Эра с чего-то начинается. Кто-то слышит рев льва перед добычей. Бог грядет, как лев, издающий сильный рев во всех народах. Также в это время, 20-х годов совпало со временем технологического пробуждения. Самолеты, интернет, компьютеры. Бог сказал, что в этом пробуждении Он будет использовать технологии, чтобы ускорить жатву душ. Бог сказал, что нам нужно будет научиться делать все совершенно по-новому. И я вижу, как евангелисты-пробужденцы достигают мест, куда мы никак не могли попасть. Теперь с помощью технологий мы можем достичь разные глубины Африки и вообще любую точку на карте. Нет такого места, нет такой народности, которую не коснется это сверхъестественное пробуждение. И сейчас я пророчествую о том, что люди, которых мы и представить себе не могли, что их можно достичь Евангелием, примут Господа. Мы в своем представлении вычеркнули их из списка, но только не Бог. Это будет просто невероятно. Среди них, к примеру, будут люди с острова Манхэттен в Нью-Йорк-Сити. И нам казалось, что достичь таковых Евангелием просто невозможно. Это интеллектуалы, закончившие престижные университеты, которые ни за что не хотели принимать Бога. Они придут к Господу. Создадутся новые классы. Все изменится. Мы не должны пребывать в неверии. Мы должны разжигать этот огонь своей верой. Дух Святой говорит, что мы не просто должны иметь слово и дело. Отец, я молюсь о помазании на Твой народ в эти 20-е годы, когда слышен Твой львиный рев. Я молюсь о пробуждении с помощью новых технологий. Пусть поднимаются евангелисты времен пробуждения, у которых будут пламенные сердца. Я знаю, Господь, что Ты разрушаешь всякие барьеры между различными служениями. Не будет стены между служениями. За великой трапезой Господней у нас будет прекрасный пир Агапе во имя Иисуса. Сегодня утром Господь проговорил к нам, чтобы мы приготовили свои сердца в эти 10 дней перед Пятидесятницей. Это время также, когда мы должны приготовиться, иметь общение друг с другом. Зовите в гости своих соседей, накройте стол, приглашайте к себе друзей. После этого времени замкнутости из-за коронавируса пришло время пригласить людей на трапезу Господню. Пришло время накормить их. Ваша доброта откроет сердца людей, и многие-многие люди в это особое время будут спасены. Синди, последний вопрос. Сейчас такое время, когда даже многие верующие напуганы. Тебя послушаешь, ты говоришь, что это прекрасное время для церкви, и мы не должны его упустить. У тебя есть слова ободрения, что даже во время эпидемии, во время потрясений, Бог приготовил для своей церкви нечто особенное. Что ты скажешь людям, чтобы они не боялись? Да, сейчас действительно не время для страха. Дух Святой проговорил через одного молодого пастора в Сан-Диего, и вот что сказал Господь. Мы входим в период под названием «Ренессанс надежды». Послушайте, надежда устраняет страх и высвобождает веру. Сейчас многие люди погрязли в безнадежности. Я хочу провозгласить над вами Слово Божье. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Бог говорит к вам сегодня. Не действуйте, исходя из страха, но действуйте на основании веры. Многие люди травмированы ситуацией. Это так. И я прошу Господа, Господь, покажи мне, если вся эта ситуация подавила меня и навредила жатве душ через меня. Мы должны испытывать себя. Если ваши эмоции задеты страхом, это не значит, что вы полны страха. Просто вы находитесь под атакой Духа Страха. Если только вы начнете действовать в Святой Вере, Дух Святой вмешается. Он вмешается в ситуацию, и мы, и тело Христа по всей земле, обретем ренессанс надежды. Вот это да! Синди, для меня было огромное удовольствие побеседовать с тобой. Я так захвачен услышанным. Спасибо! Люблю вас всех, Семья Божья! Всем пока и благословений! Как чудесно было поговорить с Синди Джейкобс. И теперь разговор с третьим генералом Лу Энглом. Он прекрасный партнер служения «Вперед! 2020!» Он повел более 70 тысяч верующих в пост и молитву о Великом Пробуждении. И я с особым восторгом ожидаю нашего разговора с Лу Энглом. Совсем недавно тебе удалось мобилизовать более 70 тысяч верующих в 40 дней молиться и поститься об излиянии Духа Святого и о Пробуждении. Расскажи нам об этом. Да, к нашему веб-сайту отключились 70 тысяч верующих. Они подхватили этот призыв. Еще в 97-м году проходил 40-дневный пост под названием «Глобальный базар». Бог проговорил тогда мне слышимым голосом «Протяни на весь мир жезл пробуждения». Ты сделаешь это? Я с нетерпением ожидал этого дня, когда мы объявим пост по всему миру ради всемирного пробуждения во славу Иисуса Христа. Я верю, что это началось в этом году. Только в Бразилии к нам присоединилось 50 тысяч человек. Потом это распространилось через интернет на весь мир. Кто бы мог подумать, Вернер, что это совпадет с пандемией коронавирусом? А так это и произошло. Представляешь? Помнишь, Боб Джонс говорил о том, что после смерти Билли Грэма будет высвобождена огромная жатва душ. Когда он умер, собрались представители различных динаминаций, и все согласились принять участие в движении «Вперед 20-20». И в этом же 18-м году ты начал пост Иисуса. Бог творит чудесные вещи, не так ли? Я всегда был убежден, что пост Иисуса не какая-то аномалия, но это прототип поколения последних дней. Когда Иисус вознесся, евангелисты много постились и продвигали Евангелие Царства. И в поколении последних дней снова мощно развернется пост Иисуса, и придет сильное помазание евангелистов. Я верю, что смерть Билли Грэма была признаком начала новой эры. Мы вскоре увидим великие проявления евангелистов Иисуса, какие не видели раньше. Я верю в это. Аминь. Я верю, что мы на пороге огромного пробуждения. Чем ты занимаешься в эти дни перед Пятидесятницей? Расскажи нам. Мы имели глобальный, циркодневный пост по всему миру. Во время этого поста была великая волна Духа Божьего, о чем говорят многие. Но в то же самое время по всему миру развернулась пандемия коронавируса, которая так напоминает казнь Египта. Разве переживали мы нечто подобное в истории? Этот тяжелый кризис, связанный с вирусом, охватил весь мир? И кто бы мог подумать, что это будет временем общения между язычниками и представителями иудаизма на праздник Песла? Это было всемирное движение, всемирный праздник Пасхи. Десятки миллионов людей по всему миру праздновали Пасху, принимали причастие. Еще никогда в истории мира не было такой глобальной Пасхи с общением и причастием. Если такое внимание было обращено на пост, на вирус и на Пасху и причастие, то почему бы нам не обратить такое же сильное внимание людей на праздник Пятидесятницы? Я верю, что когда Иисус был на кресте, Его кровь свидетельствовала о Духе Святом, а в день Пятидесятницы Дух Святой свидетельствует о крови Иисуса. Сейчас, когда десятки миллионов людей по всему миру прославляют Агнца Божия, который взял на Себя грех мира, давайте же будем верить в то, что Бог пошлет с небес неимоверное свидетельство, невиданное до сели. Это потрясающая Третья Пятидесятница. Она грядет. Аминь. Мы верим, что входим в новую декаду. Наша цель — мобилизовать сто миллионов христиан для молитвы и для распространения Евангелия. Я помню, как ты делился с Диги между тем, что ты призван и ты послан. Мы должны принять, что мы посланы Иисусом идти в мир. В Пятидесятницу мы принимаем силу от Духа Святого, чтобы идти в этот мир. Я верю, что месяц мая несет в себе возможность. То, что ты видишь, ничто в сравнении с тем, что Бог желает развернуть по всему миру через излияние Духа и через всемирный Дух Евангелизации. Огромное количество людей узрят Агнца Божьего. Верующие увидят Иисуса, как никогда раньше. Мы в это верим. Мы имеем величайшую надежду в мире. Иисус Христос живой. Он воскрес. Не стоит больше сидеть и ждать. Как мы уже услышали от Майка и Синди, несмотря на все потрясения, которые ждут мир, мы увидим величайшее пробуждение. Боб Джонс сказал, что в 2020 году это начнется. Но это всего лишь начало. Вернер, я уверен, что мы должны молиться молитвой Иисуса об этом мае. Когда Иисус увидел людей беспомощными и напуганными, они были как овцы без пасты. Он видел каждую овечку Израиля. И также я верю, что он видел миллионы индусов, буддистов, мусульман, неверующих. Он увидел все эти народы и в костях его разгорелся ревностный огонь. Он собрал своих учеников и сказал им, жатвы много? Молите, господина, жатвы, посла делателей на жатву. При этом греческое слово, которое переведено как молитесь, скорее имеет оттенок умоляйте. Он сказал, я велю вам умолять меня, жатвы так много. Я повелеваю вам умолять меня. Но разве когда-нибудь в истории церковь умоляла господина, жатвы, выслать делателей? Греческое слово «эквалу» «послать» также имеет особенный оттенок значения. Это же слово применено в контексте изгоня бесов. Иисус не просто посылает своих учеников, Он посылает их в полет. Вот, я верю, что Иисус говорил ученикам, умоляйте меня, господина жатвы, чтобы я выслал в полет делателей на побелевшие поля. Я начал молиться об этом несколько лет назад, и моя дочь начала подходить и рассказывать мне свои мечты о том, чтобы быть посланной служить в народы. Бог исполнил ее мечту. Также мой сын отправлен служителем на миссионерские поля. Настало время, чтобы церковь по всему миру отнеслась к этому серьезно, чтобы люди присоединились к движению вперед 20-20. Как сказано в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея, я приказываю вам умолять меня призвать делателей выйти вперед. Аминь. Я верю, что мы живем в историческое время. Сейчас церкви по всему миру закрыты, но свет должен сиять во тьме. Я не знаю, откроются ли церкви до Пятидесятницы из-за коронавируса, но наша цель не просто, чтобы 100 миллионов верующих евангелизировали, но чтобы все верующие говорили об Иисусе. В преддверии Пятидесятницы помолись, пожалуйста, о верующих и высвободи их, чтобы они шли и проповедовали. Дорогой наш Господин Жатвы, мы знаем, что ты дал своим ученикам не просто предложение, но божественное повеление. Как однажды сказал Эндрю Моррис, количество делателей на Ниве полностью зависит от этой молитвы. Господин Жатвы, мы умоляем тебя выслать делателей на Ниву. Мы узнаем, что ты отвечаешь на эту молитву в тот момент, когда церковь по всему миру начнет взывать к тебе, чтобы ты выслал делателей на Жатву. И сегодня мы умоляем тебя. Вместе со всеми нашими зрителями по всему миру, Господин Жатвы. Вышли делатели на Ниву. Эквала делателей к тем, кто еще не достигнут Евангелия. В наши школы и учебные заведения. О, мы умоляем тебя, высвободи делателей, отправь их в полет и крести их Духом Святым. мы просим о беспрецедентной Пятидесятнице со времен Книги Деяний 2 главы, со времен Пробуждения на улице Азуза. Высвободи снова огненные языки. Господь по всей земле, всемирную Пятидесятницу ради Жатвы по всему миру. Мы верим и просим и умоляем во имя Иисуса. Я прошу тебя, Господь, высвободи эту молитву по всему миру. Чтобы на святых твоих были огненные языки днем и ночью, чтобы с небес излились все необходимые ресурсы для великой жатвы конца века во имя Иисуса. И мы просим о сезоне двадцатого года, о декаде жатвы во имя Господа Иисуса Христа и да будет это совершено. Я с огромной радостью побеседовал с Майклом Биклем, Синди Джейкобс Ислу Энглом. От них мы услышали, что несмотря на то, что мы будем видеть потрясения, на фоне этих потрясений будет происходить огромное пробуждение. Миллионы людей спасутся. Билли Грэмм сказал, мой последователь, вся церковь, не ждите особенных событий. Бог желает вас использовать. В особенности сейчас, во время кризиса, Бог желает вас использовать. Присоединяйтесь к движению вперед 2020. Мы хотим мобилизовать 100 миллионов верующих, молиться и делиться Евангелием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok